Физкульт привет, друзья и ученики, и просто случайный зритель. Я не раз уже затрагивал тему тренинга по Виктору Николаевичу Сильянову. И настоятельно вам всем рекомендую тренироваться подобным образом. Это как минимум включает периодизацию. Вы тренируете гипертрофию мышечных волокон за счет гиперплазии, как в гликолитических, так и в окислительных мышечных волокнах. А если кто-то из вас не знает, или какой-то глупый тренер вам говорит, что окислительные мышечные волокна тренировать не нужно, то этот человек просто ничего не знает. Так как наукой давно уже доказано, что окислительные мышечные волокна имеют такой же потенциал роста, как и гликолитические. То есть способны увеличиваться в размерах настолько же, насколько увеличивается и наше с вами гликолитическое волокно. Так почему же мы должны сами себя обкрадывать, работая только над одним типом мышечных волокон? Ответа логического на этот вопрос нет. Но я уже очень много рассказывал о пользе, о необходимости периодизации. И я думаю, люди, которые смотрят мой канал, читают мои статьи, знают об этом уже не понаслышке. Не просто знают, но и понимают, что очень и очень важно. Сегодня я хочу затронуть маленькую тему, долго вас мучить не буду. Почему многие не получают пользу от статодинамики? Или они так думают, что они ее делают? И в чем ошибка таких тренеров? Большинство друзья, общаясь с другими блогерами, тренерами, просто людьми, я сделал вывод, что люди путают статодинамику и многоповторка. Многоповторка не статодинамика. Мы можем с вами делать 25, 20 и даже 30 повторений, укладываясь в 40 секунд. Делать в хорошем быстром темпе. Но это, друзья, не статодинамика. Хочу напомнить вам, что вышли в свет две мои книги. Отдельно для девушек, отдельно для парней. Серия «Фак фитнес». Вы обязаны изучить эти книги, если вы являетесь персональным тренером, инструктором. Если вы хотите получать грамотные знания о том, как правильно начать тренироваться. Чтобы не навредить себе, и самое главное, чтобы вы шаг за шагом, ступенька за ступенькой поднимались, улучшая свое здоровье, качество своего тела. Работа над окислительным мышечным волокном, она отличается существенно от всего того, что мы привыкли делать в зале. Напомню, когда мы работаем над окислительным мышечным волокном, мы с вами выбираем короткий отрезок амплитуды. Желательно тот, который самый сложный для нас. И естественно, в самом сложном участке амплитуды мы больше всего устаем, но и тем самым чувствуем лучше всего работающую мышцу. Потому что окислительное волокно закисляется. И естественно, запускаются все необходимые процессы. Для чего нужно делать укороченную амплитуду? Все очень просто. Для того, чтобы затруднить, не остановить поток крови, этого сделать невозможно. А за счет того, что не будет полного разгибания в суставах, мышцы как бы будут удерживать эту кровь, и отток, и приток крови будет затруднен. Но он все равно будет. И за счет вот этого затруднения кровооттока, кровопритока, мы с вами и будем получать то самое закисление за необходимые нам с вами 30 секунд. Веса нужно брать в таких подходах, в таких упражнениях. Вообще, в принципе, при работе над окислительным мышечным волокном 30-35% от разового максимума. В принципе, если вы возьмете уже 50%, то будут подключаться к работе и гликолитические мышечные волокна, забирая на себя нагрузку. Нам с вами этого не нужно. Еще очень важно помнить, что над окислительным мышечным волокном мы работаем с сериями. Каждая серия содержит в себе три подхода. Другими словами, мы 30 секунд отдыхаем, 30 секунд находимся под нагрузкой. Снова 30 секунд отдыхаем, снова 30 секунд находимся под нагрузкой. Еще серия отдыха и еще один подход. Вот три таких подхода называются серии. И за тренировку мы делаем от трех до пяти таких серий. Когда вы только начинаете тренинг над окислительным мышечным волокном, только знакомитесь со статодинамикой, поверьте, будет достаточно три таких серии на мышечную группу. Вас будет просто разрывать. По мне, это самый лучший тренинг. И он целиком и полностью передает именно дух бодибилдинга, телостроительства, культуризма. Попробуйте, вы сами поймете и почувствуете на себе почему. Потому что бороться необходимо на последних секундах практически каждого подхода из серии с нестерпимым жжением. И отказ наступает в последнем подходе к каждой серии именно из-за того, что мышца претерпевает нестерпимое жжение. Это постоянная настоящая борьба с самим собой. Партнер сегодняшнего выпуска Animal Northrop. Друзья, это гармошка высокой степени очистки. А вы знаете, что чем выше очистка, тем меньше привыкания, тем меньше вырабатывается антител, тем дольше вы можете с пользой принимать данный препарат. Почему не спонсор, почему партнер? Я не получаю деньги от Animal. Я получаю продукцию и сам ее использую. Вы знаете, что у меня проблемы и с грыжами, и протрузии. Но самые большие проблемы это плечевые суставы. Мне очень хорошо помогает. И вы знаете, я не стану рисковать своей репутацией, советовать вам что-либо, что не принимаю, не использую сам. Попробуйте и вы, тем более, что у вас все это разрешено. Еще, друзья, мне очень много пишут, как принимать ААС. Расписывают курсы, просят советов. Но так как вы знаете, что на YouTube я этого делать не могу, потому что канал заблокируют. У меня к вам предложение. Давайте будем раз в неделю встречаться у меня в Instagram. И там я вам буду рассказывать в прямом эфире, говорить, как, кто принимает какие препараты. И буду делиться тем, как и что принимаю я сам. Такая информация очень ценная. Она будет абсолютно бесплатна для вас. Единственное, это все будет именно для ознакомления. Тем более, вы знаете, что мой канал для натурального тренинга. Я буквально недавно сам перешел на темную сторону. Animal North Throw. Настоятельно рекомендую. Все ссылки на сайт и другие источники будут в описании к данному ролику. И не забудьте, по промокоду HEAVYMETAL вы получите 10% скидки. Оставайтесь всегда здоровыми и продлевайте здоровье в своих суставах. Так что, друзья, не путайте, пожалуйста, статодинамику, работу над окислительным мышечным волокном, с многоповторкой. Это разные вещи. И тогда у вас все будет хорошо. Вы будете прогрессировать. Вы будете сохранять и улучшать здоровье. Естественно, и ваши мышечные кондиции будут улучшаться. И самочувствие в целом. Обязательно напишите в комментариях, не путали ли вы когда-либо статодинамику с многоповторкой. Как на вас работает статодинамика. Как на вас работает многоповторка. И любите ли вы работать и с меньшим количеством повторений, на 6-12 повторений, но с большим весом. Лично я практикую абсолютно все методы тренинга. Чередуя их один за другим. Единственное, что над окислительным мышечным волокном я работаю неделя через неделю. Это позволяет мне хорошо себя чувствовать. Когда я тренируюсь именно в таком режиме, то я практически не подвергаю себя переутомлению и не травмируюсь. Чего советую и всем вам. Желаю всем нам прогрессировать сухой мышечной массой. И увидимся, как всегда, в тренажерном зале. Без травм. Без травм. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА